Фестиваль Берег Фестиваль расположился на территории небольшой базы отдыха. Сцена на скале, народу не так много. Рекламы минимум. О предстоящем событии в районе и так знают, кто не из Карелии, в помощь в социальные сети. В интернете многие до последнего не верили, что вход бесплатный. Однако это было действительно так. Просто, по словам организаторов, и среди бизнесменов есть фанаты русского рока. Здесь нет ни рекламы, то есть не преследуются никакие политические цели или еще что-то. Просто есть музыка. Музыка это как душа. Душа и деньги это две вещи такие. Они несколько несовместимы. Где рок, там без потасовок никуда. И Берег в этом отношении не стал исключением. Но фестиваль легко пережил даже небольшие стычки фанатов с полицией и охраной. Меломаны, получив в подарок бесплатный рок-фестиваль, шикарный отдых на берегу Ладоги отплатили добром. Мы из Санкт-Петербурга приехали. В фестиваль отдых. Отдых для сына, для нас. У меня брат, одноклассник, он даже дочку назвал в честь Алисы. Алисой. Правильно, брат? Алиса. У меня дочка Алиса. Потому что я Алису назвал. Около десяти команд, но народ, конечно, ждал Алису. Константин Кинчев со своей группой – самые именитые участники фестиваля за всю его историю. Алису. Константин Кинчев. Как и многие группы, Алиса сейчас колесит по стране. От фестиваля к фестивалю. На берегу Ладоги Константин Кинчев дал согласие выступить еще и на самом крупном региональном фестивале в нашей стране. Алиса будет играть на воздухе. Я счастлив, что наконец так случилось. Люди, которые ответственны и имеют отношение к жизни города, наконец повернулись лицом к очень важному событию – к фестивалю воздуха. Я рад, что в этом году он опять состоится. Ну а фестиваль «Берег» соберет фанатов рока уже в следующем году. Состав участников пока не называют, но, судя по списку групп этого лета, марку держать придется. Ефим Овчинников, Александр Борисов. Телеканал «Ника плюс». Питкеранта.